Информационное агентство Крым Бизнес Консалтинг и газету Метрополис. И мы в нашей газете, в самом стартовом выпуске, а газету мы делаем о Крыме для россиян, которые только приезжают в Крым или там в России хотят узнать о Крыме, сделали такую рубрику, называется она «Крым наше все». И в этой рубрике люди, без которых Крым просто не может быть, которых мы не можем представить Крым без этих людей, и первый герой этой рубрики стал Олег Алексеевич. И стал совершенно заслуженно, потому что Олег Алексеевич – Крым наше все. Хочется вас поздравить и хочется вам сделать подарок от нашей большой России, тот, несколько неожиданный, наши замечательные уральские мастера Каслинского литья, которые получали неоднократную премию на всемирных выставках, в том числе в 1900 году получили гран-при на этой выставке. У них есть такая замечательная скульптура «Медведица». Мы надеемся, что медведи тоже будут еще больше в парке представлены. И это работа 1866 года. И мы хотим, чтобы вот это чугунное литье стояло у вас на столе и напоминало, что для медведей должно быть какое-то отдельное место в парке. Спасибо, ребят. Медведям не только особое место в парке, но те, кто журналисты работают с парком, знают, что в зоопарке «Сказка» и в парке «Львов-Тайган» живут 35 медведей сегодня. Эти медведи были собраны мною за многие годы и спасены от смерти, потому что их конфисковала прокуратура в различных ресторанах, в различных охотхозяйствах, где на них натравливали собак. И сегодня они живут все здесь и в «Сказке». Они живут на закрытой территории, многие из них, не все на экспозиционной. Но я мечтаю для медведей построить такой же свободный парк, как и я построил для Львов. И надеюсь, что Дмитрий Анатольевич Медведев когда-нибудь приедет в парк, и мы с ним поговорим на эту тему. Мне не нужно от него ни денег, ничего. Нужно только, чтобы он помогал бороться с местными чиновниками, чтобы не запрещали, а в законном порядке разрешали созидать и строить на благо Крыма и России. Спасибо, ребята.